Я думаю, что в вопросе со Сноуденом надо, безусловно, его знакомить с Чапман, чтобы она со своим опытом работы в разведке попыталась прояснить ситуацию не только для всех в нашей стране и за рубежом, но и для самого Сноудена. По-моему, он просто не знает, что делать. Это первое. Второе, Сноуден не является кадровым разведчиком. Он являлся, если не ошибаюсь, сотрудником компании, которая на аутсорсинге работала с СРУ. У нас есть тоже такие сегодня начинания в России. Я думаю, что это правильная позиция. И то, что у него сыграло гражданской совестью, и он не захотел мириться с той информацией, которую он получил, мириться с тем, что такая информация у него есть, я думаю, это нормально. Вот насколько это ухудшит или улучшит отношения, поверьте мне, даже такой феномен, как Великая Отечественная война, Вторая мировая война, в конечном итоге привели к тому, что Германия и Россия сегодня самые близкие друзья. А у нас, если бы не спор об островах, то дружба с японцами была бы просто прочнее, чем у некоторых в семьях мужа и жены. Поэтому я думаю, что политика, она от этого ничего не получит, но и ничего не проиграет. Развиваться все будет так, как должно развиваться, потому что выбран уже курс. Другой вопрос, правильный или неправильный, но курс уже определен. И если будут менять курс, то понадобятся какие-то сноудены. Если курс меняться не будет, то 5000 сноуденов ничего не смогут сделать и никоим образом это изменить.